Почти 11 миллионов человек в изоляции, обезумевшие от страха жители, пытаются прорвать кольцо. Их сдерживают в военной форме и масках. Ухань, крупнейший город, в котором распространяется коронавирус, полностью оцеплен и закрыт. Отсюда не выбраться ни самолетом, ни поездом, ни машиной. Хаос и паника. В магазинах огромные очереди. Вот люди без разбора скупают все продукты, чтобы закрыться в квартире и больше не выходить на улицы. Вслед за Уханью экстренно изолируют еще один мегаполис – Хуанган. Все машины разворачивают обратно. В аптеках пустые прилавки, раскуплены маски, в больницах за право быстрее попасть на прием к врачу. Драки. Все увиденное напоминает скорее кадры из фильмов про апокалипсис о последних днях человечества. Врачи будто бы в космических скафандрах перевозят инфицированных в наглухо закрытых барокамерах. От пациентов уже заразились более десятка медиков. А так обрабатывают дезинфицирующими средствами опустевшие улицы Китая. Чувствуется, что люди волнуются. Обязательно марлевая повязка – это меры предосторожности на максимальном уровне антисептик, которые нужно обрабатывать в руке каждые 15 минут. Число заразившихся достигло 600 человек. Смертельных случаев – 17. География вируса растет каждый день. Южная Корея, Япония, Таиланд, Сингапур. На этих выходных в Азии отмечают лунный Новый год. К родственникам обычно едут сотни миллионов человек. А ведь это потенциальные разносчики инфекции. Поэтому сегодня в Китае решением правительства отменены все масштабные новогодние гуляния. Закрыты ярмарки, достопримечательности и музеи. По всему миру усиливают санитарный контроль на границе. В России принимают все меры, чтобы не впустить вирус в страну. От Владивостока до Москвы. На борту тщательный осмотр. Не привез ли кто-нибудь из пассажиров, кроме сувениров, еще и заразу в виде повышенной температуры. Первые признаки вируса. Высокая температура, кашель, недомогание. В Хабаровске сняли пассажира с рейса из-за подозрения на коронавирус. В Петербурге с похожими симптомами госпитализированы три пациента. Но ни один случай заражения в нашей стране не подтвердился. Тем временем, россияне массово отказываются от путевок в Поднебесную. Паниковать я бы вас не призывал. Сделать эту вакцину нетрудно. Но ее вот сиюминутно не изготовишь. Ее надо сделать, зарегистрировать. Это долгий процесс. Но сегодня трудно понять, о кого прививать. Место, где вспыхнул вирус, рынок морепродуктов. Но кроме этого, там продавали мясо, а среди коробок со свининой водились змеи. Китайские ученые считают, что именно змеи – наиболее вероятный носитель вируса. Источник нужно выявить как можно быстрее. Только так можно разработать противовирусную вакцину, которой сейчас нет.